Здравствуйте, давайте поговорим о Удугореце. Как ты чувствуешь, когда ты становишься чемпионом? Ну, отлично, отлично себя чувствую, потому что, в принципе, когда прошлом летом вернулся сюда, только с этими задачами возвращался, чтобы опять стать чемпионом, чтобы играть в Еврокубках, как это из года в год в Лутофорце. Поэтому счастлив, что смогли сделать эту работу. Конечно, немного подпортило настроение сейчас вылет с Кубка. Но, в принципе, осталось у нас четыре игры. Для нас это важная игра. Мы должны на каждую игру выходить уже в статусе чемпиона и показывать на поле то, что мы чемпионы и должны показывать чемпионскую игру. В твоей мнении, что сделает Удугорец таким сильным командой? Что может сделать? Ну, на самом деле любую команду только работа делает сильнее, наверное. Поэтому нужно много работать. Мы на протяжении всего сезона много работали. Знаете, у нас на протяжении иногда разные. Но мы старались по максимуму отдаваться, принимать те идеи, которые нам давали тренера. Вот сейчас мы работаем главным тренером с января месяца. На мой взгляд, мы за это три-четыре месяца добились определенного прогресса. Поэтому нужно продолжать в том же духе. Сейчас, как я уже повторюсь, у нас осталось четыре важных игры. И в этих играх мы, наверное, уже должны даже смотреть чуть немного их будущее, отдать все силы. Вот. И после летнего подготовительного периода выйти уже в Еврокубке и как можно лучшего результата добиться. Потому что знаем, что из года в год перед Водогорцем стоят максимальные задачи, поэтому будем продолжать. Что вы думаете о других топ-тимах? ЦСКА, Левский? Ну, в принципе, ничего не поменялось с тех пор, как я уехал отсюда три года назад, уже почти четыре. И ЦСКА, и Левский, наверное, на сегодняшний день это лучшие команды, ну, я имею в виду, кроме Лудогорца, это лучшие команды в Болгарии. Поэтому с ними всегда играть интересно, сложно. Вот. Тому подтверждение наш вылет от Левски в полуфинале Кубка. Поэтому на каждую игру с ними нужно настраиваться по максимуму. Вот. И показывать то, что мы не зря уже 11 лет подряд чемпионы. Вот. Поэтому как-то так. Ну, мое мнение, что здесь есть неплохие команды, но если брать средний уровень, конечно, нужно его повышать. Вот. Ну, повышать вообще нужно не только уровень на футбольном поле, но и вокруг футбольного поля, потому что, я думаю, это не только я. Все видят, какие огромные проблемы со стадионами, какие огромные проблемы с полями есть в Болгарии. Это, конечно, нужно то, что улучшать. Вот. Ну, а футболисты, естественно, опять же, знаете, футбол, он, наверное, уже тоже в какой-то мере превратился в бизнес. Поэтому чем больше финансов и средств будет у болгарских клубов, тем лучше футболистов они смогут приглашать и тем будет расти уровень. Вот. Поэтому если в будущем это будет, то, я думаю, уровень будет расти. Вот. Но с другой стороны, опять же, у меня есть пример Украины. После начала 2014 года войны с Россией практически все легионеры уехали из Украины и много молодых футболистов стало играть в чемпионате. Какое-то время понадобилось, несколько лет, но в целом чемпионат, в принципе, пришел на хороший уровень за счет как раз украинских футболистов. Но, опять же, для этого, для того, чтобы росли болгарские футболисты, нужно создавать, да, академии, нужно создавать системы. Вот. И если у болгарских клубов и у федерации есть в первую очередь желание, потому что это, опять же, это нужно в это вкладывать финансы и ты сразу не почувствуешь отдачу от этого. Вот. Если есть эта вера, если есть желание, то болгарский футбол будет расти. Вот. Но для этого нужно желание тех людей, которые отвечают за развитие футбола. Утгорт не смогут reach the final of the Bulgarian Cup, but now what do you think about the match? Левски vs CSKA. Can you give some kind of prediction about this game? You mean about the last game against Lewski? Yes, yes. Ну, я считаю, что в первую очередь, к сожалению, наверное, это будет сказано, но они больше, такое ощущение, что они больше на футбольном поле хотели выйти в финал и вложили в эти две игры больше энергии, чем мы. Потому что я уверен, что в плане уровня футболистов, уровня команды Лудогорец – это более сильная команда. Но, к сожалению, в футболе не всегда это все решает. И я лично только могу поздравить Левски. Они заслужили выйти в финал и пусть в финале между CSKA и Левски победит сильнейшего. А для нас это будет уроком для уже следующего года, для того, что если мы хотим выигрывать не только в чемпионате, если мы хотим выигрывать в кубке, если мы хотим выигрывать в суперкубке, хорошо играть в европейском футболе, в следующем году нам нужно хорошо готовиться, нам нужно работать на максимум и в каждой игре, независимо от соперника, отдавать все силы. В Киеве остались мои родители и мой брат. С начала войны ситуация была очень напряженная, тяжелая, в какой-то момент близко критическая, потому что непосредственно в Киеве даже были уличные бои в некоторых районах уже, поэтому было очень сложно. Но сейчас, по истечении уже двух месяцев немного больше, в самом Киеве ситуация стабилизировалась, если это так можно назвать, потому что буквально вчера две ракеты прилетело в центр города. Поэтому люди всегда надеются на лучшее, поэтому много людей возвращаются сейчас в Киев, пытаются приходить в себя, пытаются налаживать жизнь, быт, но опять же говорю, что сейчас в Киеве все равно небезопасно в любой момент. опасность может подстерегать там, где ее не ждешь. Поэтому сложная ситуация, естественно, что я думаю, она будет такой сложной и в Киеве, и во всех городах, которые, казалось бы, сейчас, где боевые действия не близко, но все равно все города, даже Львов, которые практически на границе с Польшей, все равно его обстреливают иногда ракетами. Поэтому в каждом городе сейчас опасно, во всей Украине опасно. И я думаю, что так будет продолжаться до окончания войны. А когда будет этот конец, пока никто не знает. Поэтому все ждут простые люди, такие как я, которые, в принципе, в военном деле не могут ничем помочь. Ну а наши военные, которые сейчас для всей нашей нации герои, они как бы пытаются как можно быстрее эту войну закончить. Поэтому мы молимся и надеемся на них. Когда вы видели все эти вещи, что происходило, какие ваши эмоции? Вы боитесь? Вы боитесь? Вы боитесь? Ну, знаешь, такие чувства, но тяжело их передать на самом деле. Потому что, когда это случается с тобой, то, в принципе, ты только можешь это прочувствовать. Это, ну, страшные чувства. Первые, я думаю, первую неделю вообще это такое ощущение. Я сейчас вспоминаю этот период. Я выпал вообще из жизни, ни о чем не мог думать, естественно. Иногда просто сидел в машине, плакал, там еще что-то. Просто само как-то находило на тебя какие-то там слезы, еще что-то. Потому что ты чувствуешь в таких ситуациях себя, в принципе, что ты не можешь ничем существенным помочь. И, конечно, это тяжело переживается. Вот. Ну, тяжелый период для моей страны. Потому что в такие моменты ты чувствуешь, насколько ты близок со своим народом, насколько ты близок со всеми людьми. Не только там с родителями, не только с друзьями, но вообще в целом с народом. Когда ты видишь то, что с нашим народом какой геноцид устраивает Россия. Когда они ракетами стреляют в дома, где живут ни в чем не виноваты, а там женщины, дети и умирают. И ты видишь это все. Естественно, ничего кроме злобы и ненависти к России нету сейчас. Вот. И я думаю, что в ближайшие годы, десятилетия, я думаю, у нашей страны не может никаких никаких быть чувств. Вот. Поэтому посмотрим. Сейчас самое главное для нас это, чтобы эта война как можно скорее закончилась. Вот. И люди стали жить в безопасной стране. Хотя, конечно, сейчас после таких событий все после этой войны, я думаю, во время этой войны понимают, что даже когда эта война закончится, мы, наверное, уже не сможем жить в полной безопасности с таким соседом. Но хотя бы в будущем мы теперь будем готовы. Я уверен, что мы теперь будем готовы к этому. И то, что сегодня в Украине показывает наша армия в первую очередь, я уверен, что Россия в будущем подумает сто раз, захочет ли она еще раз повторить то, что она сейчас делает в Украине. Что вы думаете о этих известных людей, как Кличко-брады, которые идут в бою? Они сегодня, скажем так, лидеры нашей нации, потому что в первую очередь президент, который в самый критический момент, потому что никто не знает, насколько был критический момент в Киеве. Только сейчас выплывают факты, что спецназ, русский спецназ в первый день на парашютах спускался непосредственно уже к офису президента. То есть там было очень все напряженно и были уличные бои прямо непосредственно с офиса президента. И в такие моменты, наверное, 99% политиков, наверное, своими путями смогли бы куда-то переехать. Вот наш президент остался. Я думаю, это в какой-то момент стало переломным моментом вообще во всем для каждого гражданина нашей страны, потому что мы увидели, что если в нашей стране, наверное, с нашим менталитетом многие люди постоянно любят разговаривать про политику, любят обсуждать политику, даже когда особо не разбираются в ней. Но когда наступил самый вообще критический момент, который может наступить, я думаю, в жизни любого человека, когда на кону лежит твоя жизнь, и если человек не бросил то, ради чего его выбрал народ, я думаю, это сплотило всю страну, потому что я вижу, что такой сплоченности, которая есть сейчас, никогда не было в нашей стране. А что касается звезд, таких, как ты сказал, Кличко, то это опять же люди с большим сердцем, с большой силой внутри. Виталий Кличко, он был уже достаточно времени и продолжает быть мэром Киева. А его брат Владимир последние года, в принципе, его никто не видел в Украине, то есть он жил своей жизнью за границей, строил свою жизнь, но в самый критический момент он просто бросил все и приехал в Киев своему брату стоять вместе там на баррикадах в Киеве. Это говорит о том, что не все в этой жизни измеряется какими-то материальными благами, есть что-то большее, и как раз вот те люди, которые показывают это, что жизнь — это не просто материальные блага, какая-то защищенность, то, что готовы рисковать самым главным своей жизнью, они как раз вот сплотили весь народ, и я думаю из-за этого у России нет шансов покорить нашу страну и не будет никогда в будущем. Потому что после этой войны мы станем только сильнее. Мы уже стали только сильнее во всех отношениях и будем только сильнее в будущем. Когда я говорю им имя Владимир Путин, как это первое, что ты думаешь? Да я ничего не думаю. Если честно, если честно, я хочу, чтобы война поскорее просто закончилась и все. А насчет их президента, ну, знаете, как бы у меня есть свое мнение, мое мнение, что он просто заигрался, потому что та власть, которая у него была на протяжении стольких лет, он в какой-то момент почувствовал какую-то безнаказанность, возможно, или что-то. Это на самом деле очень долгий разговор. У меня есть свое мнение по этому поводу, и иногда оно меняется. Но я не хочу сейчас сыпать какими-то громкими словами про него, про то, что бы я хотел, чтобы с ним случилось. Потому что это сейчас вообще не важно в целом. Важно только то, чтобы мой народ, моя армия победила агрессора. Потому что то, что русские солдаты наделали в моей стране, сколько они причинили боли. То есть я знаю, что прощения никогда не будет к ним, в целом к России, в том числе и Путину, потому что он верхушка всего. Ясно, что он это все развязал. Он в этом во всем виноват, вместе со своими, я не знаю кем, помощниками, друзьями. И естественно вся вина на них, на нем. Любой наш гражданин в нашей стране желает ему наихудшего исхода, это ясно. Но все это сейчас не важно. Важно, опять же, я говорю, чтобы было чистое небо, безопасное небо над Украиной и чтобы люди опять могли жить. А история, честная история, она все расставит на свои места. И последняя вопрос о том, что вы думаете, что сейчас должно случиться? Булгария может помочь с оружиями, с всеми, как другие страны из Европейской Унии? И вы думаете, что Украина является врагом в интересах США и России между этими странами? Я опять же повторяюсь, у меня есть свое мнение. Но если мы начнем сейчас разворачивать эту тему, это очень долгая тема. И я хочу, чтобы все поняли одно, что между Украиной и Россией, забудьте про США, которые на другом континенте, забудьте про другие страны, про Австралию, я не знаю, про Европу, забудьте про это все. Между нашей страной, Украиной и Россией есть большая история. История, которую знают только люди, которые живут в Украине, которые столетиями подвергались геноциду, подвергались Голодомору в 1932-1933 годах. Мы знаем нашу историю, мы знаем, что с нами делали русские. Поэтому они пришли сюда опять делать геноцид, они пришли сюда поработить нашу страну в военной форме, в наглой форме, убивая наших женщин, насилуя наших женщин. Поэтому вся эта политика, она остается вообще на втором плане. Сейчас, когда война перешла в такую фазу, когда Украине очень сильно начали помогать США и Евросоюз, за что Украина будет, я думаю, на протяжении долгих лет и долгих десятилетий благодарна этому, это очень важно для нас. И мы говорим за это спасибо. Но я хочу вам сказать, что в первый день войны, если вы... Это открыто, все открыто. И в первый день войны, в первый вечер наш президент, выступая перед народом, сказал, что на сегодняшний день практически никто нам реально не помогает. Мы сами с Россией. И только наши солдаты и наши люди, показав в первые несколько дней то, что мы можем сдержать этого агрессора, которого, в принципе, побаивались все. Только после этого, действительно, увидев это, Европа начала нам очень сильно помогать. Но если бы не сильный дух моего народа, нашего народа, украинцев, то сегодня, возможно, никто бы уже не начинал философствовать на тему, опять же, борьбы США и России. Потому что, возможно, Украина сегодня уже была порабощена. Только потому, что у моего народа есть вот этот дух, мы выстояли. И сейчас мы нуждаемся в огромной помощи. И это не секрет. И ту помощь, которую нам дает Европа, в частности, Болгария, ваш премьер-министр, если я не ошибаюсь, вчера или сегодня, присутствует в Украине. И это показывает то, что весь цивилизованный мир понимает, в принципе, что происходит. Сегодня это борьба добра со злом. И Европа, и США, я думаю, как и любой человек, как и ты, как и я, мы хотим быть на стороне добра. И поэтому мы выбираем, кому хотим помогать. Я не знаю, материально, морально в этом плане. Поэтому это мое мнение такое короткое. И ничего другого на сегодняшний день я сказать не могу. Спасибо большое за все. И я счастлива, что там атлетики, как ты, которые интересны в разные вещи, которые читают много. Потому что, из того, что ты говоришь, я знаю, что ты имеешь в виду много интеллекта, скажем, что я очень счастлива. И моя последняя вопроса, что ты делаешь после сезона, когда сезон закончится. Про меня или про команду? Специально, ты думаешь, что ты должен отдохнуть в Украину или что-то такое? Ну, конечно. К сожалению, в Украину я не смогу вернуться сейчас. Потому что, как я уже сказал, это небезопасно. К сожалению, пока своих родителей и брата я увидеть не смогу. Я надеюсь, что немного позже мы увидимся. В скором времени. Вот. Насчет отпуска. Естественно, после длинного сезона и, конечно, не в последнюю очередь тому, что случилось сейчас в Украине, есть уже такой немного груз у меня, да, и моральный, и физический. Поэтому со своей семьей, с женой, с детьми мы поедем отдохнем немного. У нас будет, я думаю, порядка двух недель отдыха. Мы поедем отдохнем за пределами Болгарии. Вот. И я такой человек, который, в принципе, даже в отпуске постоянно думает про будущее, про футбол. Поэтому, естественно, буду готовиться и в отпуске, и для того, чтобы хорошо начать и хорошо быть подготовленным во время летней подготовки с Лудогорцем. Потому что, как я уже сказал, футбол, он продолжается всегда. Моя работа продолжается. Поэтому я должен думать уже про будущее. Я хочу с нашим клубом достичь больших высот, чем мы достигали в прошлом. Нужно, чтобы клуб развивался. Для этого, естественно, нужно все новые и новые титулы, все новые и новые достижения, в первую очередь также в Европе, потому что это также важно для всего болгарского футбола. Вот. Поэтому будем немного отдохнем и с новыми силами будем начинать работать. Вот. Это то дело, которое я люблю, поэтому в этом плане я испытываю позитив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok